МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Историческое событие 7-8 сентября 2019 года в Женеве. Министр иностранных дел Уругвая прибыл с официальным визитом в Республику Армения. Благотворители также участвуют в археологических работах конкурсов. Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 в Ени-Шафак. Сирийские курды готовятся к возможному нападению со стороны турецкой армии. В Арсахе состоится международная конференция по армям и ведению. В этот день 35 лет назад ушел в жизни чемпион мира Тигран Петросян. Национальный совет Западной Армении имеет честь пригласить вас на свою первую летнюю университетскую встречу в Европе 7-8 сентября 2019 года. Поскольку Западная Армения имеет право на независимое государство, признанное Высшим Советом Союзников в 1920 году, создание государственного устройства стало реальностью. Западная Армения имеет право в своих университетах обучать перемещенных лица со своих территорий их традициям, наследию и правам. Это беспрецедентное двухдневное собрание в Швейцарии даст возможность сосредоточиться на вопросах деколонизации коренных народов и в частности суверенных прав армянского народа Западной Армении. Первая лекция состоится 7 сентября с 15 часов до 19.30 в постоянном председательстве Армении в Швейцарии. Основной темой лекции станут права армян Западной Армении и столетия Северского мирного договора. Следующая лекция состоится с 8 сентября с 9 часов до 18.30 с перерывом в час. Основными темами являются 12 лет спустя после принятия декларации ООН о правах коренных народов Современное состояние работы над международными платформами по правам армян Западной Армении Колониализм и неоколониализм Колониализм и неоколониализм – основные учения великих деятелей национально-освободительного движения Арцах и проблемы автономии его наследия Правовые вопросы, связанные с охраной армянского наследия Для регистрации свяжитесь с господином Леонардо Басмандяном по следующему электронному адресу Глава МИД Уругвая Рудольфа Нин Новуа 13 августа прибыл в Ереван с официальным визитом Как сообщает пресс-служба МИД, 14 августа запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Уругвая В рамках визита намечена встреча с премьер-министром Николом Пашиняном Министром здравоохранения Арсеном Торусяном Верховным комиссаром по делам диаспоры Заре Синасяном Мэром Еревана Айком Марутяном Глава МИД Уругвая посетит Сицерна Каберт Воздаст дань уважения жертвам геноцида против армян География археологических раскопок в республике Арцах расширяется с каждым днем И сегодня раскопки проводятся одновременно в нескольких местах Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс отметил министр культуры по делам молодежи и туризма Лерни Кованисян По его словам, большой интерес проявляют благотворители В настоящее время ведется спонсорская поддержка археологических раскопок в деревне Сос региона Мартуни Где были обнаружены артефакты раннего средневековья Подобные раскопки ведутся у подножия Бердашенского замка Они осуществляются Арцахской археологической экспедицией И частично финансируются из государственного бюджета и фонда Бердашена Раскопки также ведутся в пещерах Каринтак, Тигранакерт и Мирик В этом году была подана заявка на раскопки знаменитой пещеры Шманек в деревне Мецтагер региона Гатрут Власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребителей Су-35 Как сообщает Енисофак, об этой сделке в стране задумались после исключения Анкары из американской программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 В июле президент США Дональд Трамп объявил, что Турция не сможет покупать F-35 Такое решение было принято, так как Анкара не стала отказываться от покупки комплексов С-400 у Москвы Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова продавать Турции в Су-35 Если же турецкие власти изъявят желание Президент Турции Раджептай Пардоган намекнул о приготовлении новой военной операции против курдов на севере Сирии По сообщениям турецких СМИ в районе сирийского Расулина Напротив приграничного района Урфа ведется активная работа Говорят, что силы курдской народной самообороны в Сирии, которую Турция считает террористическими Начали строительство новых постов и тоннелей вблизи региона 26 и 27 августа в научно-культурном центре Матенадаран Ганзасар состоится международная конференция по армяноведению Об этом в беседе с корреспондентом Марцах Пресс сообщил директор научно-культурного центра Матенадаран Ганзасар Арам Тарусян По его словам, на международной конференции выступят представители авторитетных научных учреждений Не только Армении и Арцаха, но и ряда европейских стран Конференция была инициирована Матенадараном именем Асропа Маштоца Международной ассоциацией армяноведов Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах Конференция проводится при поддержке Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армении, Министерства культуры По делам молодежи и туризма и Министерства иностранных дел Республики Арцах Церемония открытия конференции состоится 26 августа в 10.30, отметил Торосян. Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года в Тифлисе. Сегодня Тбилиси, Грузия, шахматами начал заниматься в 13 лет. Юноша не стремился к жертвам фигур и комбинациям, что так характерно для молодых шахматистов, а защищался упорно и изобретательно. Глубоко и дальновидно оценивал позицию. Большое влияние на развитие его таланта, по словам самого Петросяна, оказала книга Немцовича «Моя система на практике». За свое искусство защиты был прозван «Железным Тиграном». Первых успехов Тигран добился во всесоюзных юношеских первенствах в 1945 по 1946 годы и уже через год стал чемпионом Армении и выполнил норму названия «Мастер спорта СССР». Чемпионом мира по шахматам Тигран Петросян становится в 1963 году, выиграв матч у Михаила Ботвинника. И шесть лет подряд он владеет короной шахматного короля. За эти годы он стал победителем многих крупнейших международных турниров и фемирных шахматных олимпиад. Великий шахматист, журналист и кандидат философских наук Тигран Вартанович Петросян умер 13 августа 1984 года в Москве и был похоронен на армянском кладбище. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Бальбулейхит». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!